Девушки отдыхают Джейсон Вурхиз – это вымышленный персонаж, главный злодей фильмов серии «Пятница 13-е». Маньяк-убийца, известный своими кровавыми способами расправ над жертвами. Фирменное орудие убийства – мачете. Впервые появляется в фильме «Пятница 13-е» 1980 года в качестве сына Памелы Вурхиз. Повара в лагере на Хрустальном озере роль сыграл Ари Лемон, создатель персонажа-сценарист Виктор Миллер. Также в работе над образом принимали участие Рон Курц, Шон Каннингем и Том Савини. По первоначальной задумке, Джейсон должен был появиться лишь в эпизоде, а не стать главным героем. Впоследствии персонаж появился во многих книгах, комиксах, а также был издан в виде игрушек и другой продукции наравне с Фредди Крюгером, встреча с которым произошла у Джейсона в фильме «Фредди против Джейсона». Герой представлен антагонистом серии, который преследует и убивает других персонажей, а также представляет психологические угрозы для отдельных персонажей, как это было в фильме «Пятница 13-е. Новое начало». После исполнения роли Лемоном роль сыграло множество актеров. В результате это повлияло на отзывы критиков и зрителей относительно образа персонажа. Каскадер Кейн Ходдер сыграл роль чаще остальных в четырех фильмах серии. Знаменитая хоккейная маска появилась лишь в третьем фильме. Начиная с «Пятницы 13-е» Джейсон жив, авторы наделили маньяка сверхъестественными силами, возможностью регенерации и практически полной неуязвимостью. Его жажда убийства объяснялась тем фактом, что маньяк наказывал героев за аморальное поведение, использование психотропных препаратов и прочее, а также мстил за свою трагическую гибель еще ребенком. Имя маньяка было упомянуто во многих фильмах и телесериалах. Персонаж появился на страницах юмористических журналов, а также пародийных ТВ-шоу, а также стал вдохновением для создания хоррор-панк-группы. Несколько версий персонажа были выпущены в виде игрушек, а хоккейная маска является одним из самых узнаваемых атрибутов в массовой культуре. Теперь давайте о его истории. Джейсон родился 13 июня 1946 года. Его мать, Памела Вурхис, забеременела совсем еще юной девушкой. Ей было примерно 15 лет. От Элиса Вурхиса. В 1954 году, после развода Памела и Элиса, на свет появилась сестра Джейсона. Из-за сильного уродства Джейсона, Памела не пускала его в школу. В результате чего, она была для него единственным человеком, которого он знал. В 1957 году, Джейсон поехал в лагерь Хурстайное озеро, где его мать работала поварихой. Джейсон подвергался насмешкам со стороны сверстников, и никто не хотел с ним общаться. Из-за этого, одной ночью, Джейсон сбежал на озеро, чтобы сделать заплыв. Однако, он утонул. Его тело так и не нашли. Дальнейшая его судьба неизвестна. Воскресли он или с ним стало что-то еще, но он видел, как его матери, которая мстила за смерть сына, отрубила голову мачета девушка, работавшая вожатой. Спустя несколько лет, он выследил убийцу своей матери, Элис, и зарезал ее ножом для колки льда. После этого, он скрыл свое лицо под мешком. И поселился в домике, расположенной недалеко от лагеря и озера, где он утонул. Когда рядом открылся лагерь для подготовки вожатых, двое из них залезли на территорию Джейсона, и это заставило его вновь вступить на путь войны. Джейсон убил их всех, кроме двоих. Девушка по имени Джинни Стил едва не отрезала ему руку мачете. Раненый Джейсон уполз. После реабилитации, он вышел на шоссе, где похитил одежду владельцев одного магазина, и, конечно же, убил их. После этого, он атаковал группу студентов, приехавших отдохнуть в загородный дом. У одного он забрал хоккейную маску, с которой не расставался больше никогда. Во время битвы, он встретил девушку Крис, которую безуспешно атаковал два года назад. Он попытался убить ее, однако она пробила ему голову топором. Тем не менее, Джейсон выжил и сбежал из морга городка Кристал Лейк. Он возвращался к озеру, когда наткнулся на другой дом. Там жила семья – сестра, мать и сын, а рядом поселились шумные студенты. Джейсон убил их всех, за исключением маленького ребенка и его сестры. Того ребенка звали Томми Джарвис, и ему удалось убить Джейсона, забив его насмерть ножом. В 1987 году на психиатрическую лечебницу, где содержался обезумевший Джарвис, напал маньяк, одетый как Джейсон. Однако, это оказался не он. В 1988 году Томми, сбежав из очередной лечебницы, приехал к месту захоронения Джейсона, дабы убедиться, что тот и правда мертв. Он и его друг разрыли могилу, когда началась гроза. В порыве ярости Томми сорвал пруд Саграды и начал протыкать им труп. Но потом ударила молния. Джейсон воскрес, убил друга Томми, а после направился во вновь открывшийся лагерь Хрустальное озеро, по пути расправившись с членами пейнтбольной команды и еще несколькими людьми. В лагере Томми затащил его в озеро, привязал к шее камень и утопил Джейсона на дне озера. В 1993 году Джейсон выбирается со дна озера и снова совершает серию убийств, однако ему противостоит девушка с телепатическими способностями. Она возвращает Джейсона обратно на озеро, однако по вине двух учеников высшей школы он восстает, убивает их, а после пробирается на корабль, направляющийся в Манхэттен. Там он тонет в канализации, однако потом чудом оказывается на Хрустальном озере. Там боевики ФБР разносят его на куски, однако сердце Джейсона продолжает биться. Некоторые люди становятся носителями сердца и начинают убивать, но потом сестра Джейсона отправляет его в ад. В 2002 году Фредди Крюгер воскрешает Джейсона и заставляет его убивать детей с улицы Вяза, однако Джейсон возвращается обратно к Крустальному озеру. Там он убивает Фредди, отрубив ему голову и вновь оказывается на дне озера. Что было дальше неизвестно, однако в период с 2008 по 2009 года его берут под стражу бойцы ФБР и пытаются убить, однако ни один способ не приносит результата. Однажды Джейсон вырывается, но сотруднице ФБР удается заморозить себя вместе с ним в Криогенной камере. Спустя несколько сотен лет, когда Земля была уничтожена, его находит экспедиция с другой планеты и забирает на свой космический корабль. Там Джейсон совершает серию убийств, однако потом попадает в открытый космос. Казалось бы, Джейсону пришел конец, но нет, он превращается фактически в Терминатора. Его удается выбросить на орбиту неизвестной планеты, где он потом сгорает. Лишь его маска падает на дно нового мертвого озера. Несмотря на свое заболевание и многочисленные травмы, полученные им в результате столкновения с другими персонажами, Джейсон обладает превосходным слухом, зрением и, вероятно, обонянием, что каждый раз позволяет ему безошибочно определить местонахождение очередной новой жертвы. Также зачастую Джейсон играет со своими жертвами, прежде чем убить, зная, что жертва наблюдает за ним. Он намеренно делает вид, будто не знает о месте ее нахождения и убивает. Как только очередной несчастный решает, что опасность миновала. Вот на этом видео и заканчивается. Если вы поклонник Джейсона Урхиса, то подписывайтесь на канал и смотрите другие ролики из серии «Знакомьтесь это». В прошлом выпуске я рассказывал о Декстере Моргане, который тоже является убийцей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok